Мы брали число 1 плюс p, это был элемент порядка p в n минус 1. И мы брали a в степени p в степени a минус 1 и доказывали, что этот элемент будет порядка p минус 1. Так вот, давайте подумаем, является ли абсолютно необходимым вот это разбиение доказательств на два шахта? На самом деле нет. Можно было сказать следующее. Вот пусть у нас есть кровообразный твой по модулю p. Это некоторое число a. Тогда 1а в квадрате и так далее, a в по минус 1, это обязательно 2. Здесь все возможные остатки деления на p описаны. Так вот, это по модулю p. А давайте теперь посмотрим, как это будет выглядеть по модулю p квадрате. а в степени p минус 1 имеет какой-то вид единица плюс сколько-то p, где b целое число. Правильно? Ну, по определению, что значит, что сравнимо с единицей. Значит, вот так. То есть, это единица плюс сколько-то p. Дальше есть два варианта. Либо число b делится на b, либо число b не делится на b. Оказывается, что во втором случае число a это уже первообразный корень. А в первом случае можно чуть-чуть подправить. Рассмотрим сначала вот этот случай. Пусть b делится на b. Смотрите. a у нас было определено по модулю p. То есть, если есть первообразный корень, то a плюс p это тоже первообразный корень по модулю p. Поэтому я имею полное право вместо числа a взять число a плюс p. Возводим в p минус 1 стиль. Это будет a в стиле p минус 1. Плюс число сочетаний из p минус 1 по единице. a в p минус 2 умножить на b. Плюс число сочетаний из p минус 1 по 2 умножить на a в п минус 3 умножить на b в квадрате. Плюс так далее и так далее. Меня интересует остаток отделения на b в квадрате. Поэтому я могу написать a в п минус 1 будет 1 плюс b в. Вот это будет p минус 1 умножить на a в п минус 2 умножить на b. Дальше не пишу, потому что там уже все делится на a в квадрате. Хорошо. Более того, вообще-то p умножить на b тоже делится на b в квадрате. И получилось такое выражение. 1 плюс b минус a в п минус 2 умножить на b плюс сколько-то там b в квадрате. Вот это число уже не делится на b. Таким образом, при помощи замены числа a на a плюс b я могу перейти от левого случая к правому. Понятно? Просто прибавил число a,p и такого эффекта уже нет. Значит, я теперь имею ситуацию, когда a в п минус 1 это единица плюс b,p, где число p не делится на b. И давайте посмотрим, какой же порядок у этого самого числа a. На самом деле все легко. Чтобы число a давало остаток 1 при делении на p в степени n, в частности, оно должно давать остаток 1 при делении на p. Поэтому порядок обязан делиться на p минус 1. Значит, когда я буду возводить, то в п минус первую степень я точно должен возвести. Теперь. У всей моей группы порядок это ферп в степени n. То есть это p минус 1 умножить на b в минус первой степени. Значит, на самом деле порядок получается до умножения числа p минус 1 на какую-то там степень числа p. А вот я сейчас и буду. Вот смотрите. Умножаю на p в показатель степени. Это будет 1 плюс b,p в степени p. Напоминаю, b не делится на p. Разлагаю по биному. Это получается 1 плюс b,p в квадрат плюс b куб с каким-то там целым, да? То есть сравнимо, по-моему, и b куб. И в общем виде я могу сформулировать так. А в степени b минус 1 умножить на какую-то степень m. Записывается в виде 1 плюс b умножить на p в степени m плюс 1 по модулю p в степени m плюс 2. Давайте поймем, почему это очевидно. Просто потому, что когда вы возводите в степень вот такого рода выражения, где b не делится на p, скажем, вот здесь вот 1 плюс b умножить на p в минус 1, да? И возводите в степень p, то вы по биному ньютону получаете единицу плюс число сочетания неспокой по единице. Плюс b умножить на p, это m плюс карбоний. Плюс большие степени p. Так что проблемы таких. Спасибо.